Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий мир наполнит ваши дома, ваши сердца. Пусть Дух Святой утешит вас, какая бы у вас ни была ситуация. Радуйтесь вы, всегда будьте с Господом. Грустите вы, идите к Господу, пойте песни. Знаете, иногда для того, чтобы нам прийти в состояние нормальное, нам нужны определенные действия. И Библия призывает нас, когда мы грустим, чтобы мы начинали молиться, чтобы мы себя вдохновляли, чтобы мы начинали петь духовные песни, которые прославляют Иисуса. И в Библии сказано, что на земле должно быть так же, как и на небе. Что происходит? Когда человеку плохо, он начинает просто выходить из этого кризиса с помощью песен, с помощью хвалы, с помощью поклонения. Он начинает поклоняться Иисусу Христу. Он забывает о своих проблемах. И знаете что? Небо опускается в его сердце. Радость приходит, великая радость приходит. Вы знаете, что люди этого мира, они тоже выходят из плохого состояния, когда им грустно. Они используют алкоголь. Алкоголь это относится к колдовству, потому что он из одного состояния переводит человека в другое. Но мы не используем алкоголь, мы используем Дух Святой. Поэтому написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Как я исполняюсь Духом? Я молюсь и пою. Я читаю Слово, я цитирую Слово Божие. И знаете, что Слово Божие живо и действенно. Поэтому когда вы говорите его, оно оживляет вас. Аллилуйя. И вот прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать каждому, кто сейчас смотрит, в тех странах, где вы находитесь, я верю, что Бог поможет вам обязательно. И я верю, что вы получаете определенные ответы на свои вопросы, когда вы слушаете Слово Божие. Но, и я верю, что Бог вам обязательно поможет, в каких бы вы не были долинах, Бог вас поднимет. В каких бы вы не были проблемах. Но я хочу попросить вас кое о чем. Будьте эффективными там, где вы находитесь. Потому что жизнь христианина, она состоит из двух частей. Принимать и отдавать. Когда вы принимаете Слово Божие, оно всегда будет побуждать вас к действию, чтобы через вас имя Иисуса было прославлено. Вот тогда вы будете переживать еще большую радость. И вы будете видеть плод в своей жизни. Когда вы принимаете Слово, но потом вы находите ситуацию у человека, которому вы можете передать также и поделиться им. И вы тогда увидите, когда вы будете не просто принимателями, не просто, знаете, уметь принимать, но вы будете уметь давать кому-то, найти кого-то послабее, послужить ему. Вы от этого будете иметь очень большую радость. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Драгоценная жемчужина». Давайте откроем местописание Матфея, 13 глава, 45 стих. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Иисус духовные вещи всегда объяснял нам на физических примерах. И мы здесь видим историю, как один человек, он искал, у него была цель, найти, найти одну ту, которая бы удовлетворила всю его жизнь. И он искал эти жемчужины, эти драгоценные камушки. А мы знаем, что они маленькие, но очень дорогие. Он мог бы купить за эти деньги, которые, написано, все, что он имел, продал, он мог бы купить вагон угля, но ему уголь не нужен. Понимаете? Есть вещи, которые ты бы мог попользоваться, ты бы мог их употребить, но они не принесут тебе радость. И написано, что цель у этого человека была, это найти одну ту жемчужину, драгоценную. И поэтому в лице этой прообрази, этой притчи, этой истории, мы видим, как Иисус, Он тайно, закодировано говорит о Боге, о Своем Отце, который нашел одну ту жемчужину. Он не нашел, как бы, знаете, стадо овец, Он нашел одну, единственную. Вот когда мы приходим к Богу, Он как будто бы других людей не существует, кроме нас. Нас в единственном числе. Вот так Бог к каждому человеку, ко всему человечеству относится именно особенно, специально. Бог никогда не относится к человеку как к общей массе, к серой массе, к человеческой массе. Он всегда видит человека индивидуально. Всегда. И Он нас любит. И смотрите, давайте здесь прочитаем. Потому что здесь говорится, на самом деле Иисус, Он всегда говорил о Своем Отце. И Он здесь говорит, что Он искал эти жемчужины. Он искал ту жемчужину. Вообще Он искал хороших жемчужин. Но когда Он нашел одну, ту, которая Ему понравилась, написано, что Он пошел и продал все. Иногда цена, цена, как сказать, Бог должен был нас выкупить от проклятия, от греха. С того момента, когда мы в лице Адама, все человечество может так сказать, Адам и все, кто пошли за ним, это мы с вами, мы как бы ушли от Бога. Мы променяли Бога на дьявола. Вот как бы это грубо ни звучало, так и было. Мы все до уверования были очень послушны дьяволу. И вот чтобы Иисусу, чтобы Богу нас выкупить, Он посылает Иисуса Христа на эту землю. И Иисус выкупает нас. Написано, Он купил нас. Послушайте, Он не просто нам проповедовал и мы приняли. Написано, Он купил нас дорогою ценою. Какая цена это была, кто помнит? Иисус купил нас дорогою ценою, кровью. Он приобрел нас кровью своей. Он искупил нас. Это означает, что мы раньше принадлежали, нас как будто бы продали, потом Иисус снова выкупил нас от этого мира. И смотрите, когда Бог нашел нас, вот в прошлое воскресенье мы все помним, что Кристина Господь нашел. Кристиан принял Иисуса Христа в свое сердце, Он вышел сюда. И Кристина Господь очень сильно коснулся. И я верю, что ты будешь очень близок с Богом, будешь служить Ему. И смотрите, когда Бог нашел нас, написано, что Он возлюбил человека и отдал своего единственного Сына. Все, что у Бога было, это единственный Сын. Просто представьте. И Он единственного Сына отдает в обмен на нас. Потому что Богу несложно было бы рассчитаться ангелами. Он же творец, Он же их творит. Он бы мог сказать, триллион, появись, появился бы красивый триллион ангелов. Он бы мог сказать, я буду расплачиваться вами. Но нет, нет, Он расплатился самым дорогим Своим Сыном, чтобы приобресть нас. Итак, в этой притче, прообраз этой притчи, мы видим, как Бог находит человека. Находит. Но Он не может взять просто так. Он должен купить ее. Вот нету такого в Библии, что просто так ты что-то получаешь. Нету такого. Вы знаете, единственное, что верующие люди, просто люди, получают просто так, это спасение. Это спасение, которое мы не можем заработать, мы получаем просто так. Мы получаем даром, по благодати. Но мы должны понимать, что кто-то за это спасение заплатил все, что имел. Итак, Бог нас находит, как эту жемчужину, продает все, что имеет, и покупает ту жемчужину, покупает нас с вами. Также эта притча, знаете, Бог всегда ищет взаимности. Бог – это не та личность, которая готова только жертвовать, жертвовать и жертвовать. И быть отверженным, отверженным, отверженным. Знаете, как безответная любовь. Мы знаем, что Бог первый, есть любовь. И Он любит и хочет быть любимым. Откуда мы узнаем, что Бог хочет быть любимым? Из заповеди Его. Иисус сказал, возлюбите Бога. Первое, что Иисус сказал вообще про Бога и человека, что между ними должно быть, какой клей между ними должен быть, чтобы не расстаться, что вот приклеится, знаете, это любовь. Это как две бумажки ты склеиваешь, ты их не можешь разорвать. Вот что Иисус имел в виду, когда Он говорил, что Бог, во-первых, что от нас хочет? Любви. Поэтому Бог, Он хочет взаимности. Он хочет, Он нас любит. Мы переживаем Его любовь, но Он хочет, чтобы мы Его любили. И знаете что? Когда мы Его будем любить, тогда Он откроется нам еще больше. Бог не может открыться полностью людям, которые в Нем не нуждаются. Бог не может открыться людям, которые просто поверхностно верят в Него. Если Бог за нас отдал все, то, что имел, Он приобрел нас. Написано все, что имел. Немного, немало, немного. А все, что имел, такая любовь была у Бога, что все, что Он имел, Он отдал, чтобы приобрести нас. То точно такую же любовь Он ищет от нас к Нему. Он не ищет маленького посвящения, Он не ищет маленькой любви. Он ищет любовь, которая ради Него отдает все. Именно такую невесту Иисус Христос хочет себе. Мы для Бога обошлись очень дорого. Поэтому Он называет очень нас дорогие. Мы дорогие им, потому что Бог расплатился Иисусом. Почему мы думаем, что Иисус нам достанется дешево, со скидкой? Эй, нет. Принятие Иисуса Христа и познать Его – это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Потому что, когда ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, ты до конца даже не понимаешь, кто Он, что Он для тебя сделал. Тебе просто говорят, помолись, тебе нужно прощение на вечную жизнь. И человек молится, и в него входит в Иисус. Теперь задача всей жизни человека – познавать того Христа, которого ты принял. Открывать тот подарок, открывать тот дар. Любовь, послушайте, как Коринфянам, 1 Коринфянам 13 глава, да? Она говорит, что любовь не ищет своего. Любовь дает, и она не ищет своего. Любовь дает. Если мы не даем, а только берем, то что это за любовь? Мы часто слышим о любви Божьей к человеку. О любви Бога к человеку. Мы даже людям говорим, Бог любит тебя, Иисус любит тебя. И это абсолютная истина. Это абсолютная правда. Но наступает время, и настало уже, когда нужно заговорить о любви человека к Богу. Потому что Иисус не может прийти на землю и забрать свою невесту, которая еще даже не понимает, что такое любовь. Которая приняла просто свое спасение и покаялась в грехах. Да, она прощена, она пойдет на небеса. Но Бог не в этом заинтересован. Бог заинтересован, чтобы создать в себе собеседника, с кем бы он делился, с кем бы он делился своими переживаниями, своим царством. Смотрите, Адаму была создана Ева, подобная ему. Подобная ему. Ева не была отсталая. Ева не была маленькая. Знаете, вот как с маленькими ведут? Как с маленькими. С маленькими ведут себя, как с маленькими. Пусеньки-пусеньки, и все там. Завевает. Иисус не хочет завевать косички маленькой девочки, маленькой невесточки. Иисус хочет серьезного общения. Он хочет радости. И знаете что? Иисус хочет взаимности. Мы слышим только о любви Бога к человеку. Бог любит тебя. Приходи к нему, какой ты есть. Бог тебя все простит. Бог тебя таким любит. Знаете, настало время, когда надо задавать другой теперь вопрос. Насколько мы его любим? Вы знаете, что мы, когда ради Христа чем-то жертвуем, то мы напоминаем Божью природу. Бог в нас видит свою природу. Вспомните ту женщину, которая отдала две лепты последние. Она не просто отдала их куда-либо. То есть, она написано положила в храм. То есть, она как бы всем своим внутром, всем своим пониманием, всем сердцем отдала Богу. Смотрите, все, что имела. Она пожертвовала на Бога. Она в Бога посеяла. Вы думаете, она что-то взамен ожидала? Она что-нибудь ждала, чтобы ее кто-то заметил? Знаете что? Может быть, из людей никто и не заметит эти две лепты. Может быть, то, что ты сделал ради Бога, для тебя это только жертва. А другие думают, а что это такая за жертва? Это и не жертва, это легкотня. Знаете, человек, которым отдал, знаете, как бы хромой отдал свой костыль, можно так сказать. Но что он опираться будет теперь? Она отдала свое пропитание. Кому? Богу. Богу. И вы знаете, что? Когда Иисус именно эту женщину отметил, он на нее прожектором посвятил, он сказал, смотрите вот на эту женщину. Почему Иисус ее заметил? Потому что в ней он сразу увидел своего отца. Иисус не проходит мимо вещей, где идет жертва. Жертва. Жертва, это не когда ты дал, и у тебя осталось. Это когда ты дал, и у тебя ничего не осталось. Это когда ты оторвал. Вот Бог, написано, отдал своего сына. Когда он отдал своего сына, на небесах не было этого сына. Все, дом был пустой. Бог пережил эту катастрофу, если так можно сказать. Он знает, что такое пустой дом. Поэтому очень важно здесь отметить то, что человек, да, где же Иисус говорит о человеке, о купце, который искал драгоценных жемчужин. Написано, когда он ее нашел, он не мог ее взять просто так. Он не мог скидку попросить. Он не мог договориться о цене такой более-менее. Написано, цена, которую он отдал за эту жемчужину, это было все, что он имел. Все, что он имел. Как мы знаем, спортсмены, которые на самом деле хотят получить мировой рекорд, написано, что, написано, уже привык говорить, а они, мы знаем, отдают все. Все. До последней капли пота. Потому что их вес не позволяет им выступать. И они сидят, сидят, мучают себя, чтобы вес скинуть, чтобы выступать. И у них нет другой цели. Написано, что они все отдают. Всего себя, все полностью вкладывают именно в этот раунд, в эти соревнования какие-то. Мы знаем, что это происходит сегодня. Даже в мире это происходит. Бог желает взаимности. Не думайте только о том, что Бог вас любит. Начинайте теперь перестраиваться. Да, мы уверовали и познали, что Бог нас любит. Аминь. Теперь нужно перестраиваться и взвешивать свою любовь, проверять ее, насколько она драгоценная. А я вам скажу, для многих верующих Иисус не является драгоценным. Они его вообще не знают. Они в него поверили, они его приняли. Они посмотрели на крест. Да, кровь пролилась за мои грехи. Аллилуйя, я принимаю. Я жевать не хочу, я же себе добра желаю. Понимаете, что можно только взять выгоду из жертвы Иисуса Христа. Взять именно то, что мне принадлежит. Но никогда не дать Ему, что Ему принадлежит. А знаете, что Ему принадлежит? Наше сердце. И Он никогда не сможет забрать наше сердце. Мы только можем сами Ему отдать. Вот здесь начинается самое интересное в жизни христианина. Когда он принимает Иисуса Христа, и когда у тебя спрашивают, ты принял Иисуса Христа? Да, я принял. Он внутри меня живет. Теперь вопрос. Насколько ты познал Его? Насколько ты узнал Его? Мы знаем, что ученики Иисуса Христа провели с Ним три с половиной года. Однако, когда Иоанн вошел в духовный мир и увидел, кто на самом деле является Иисус, написано, я упал как мертвый. Я упал как мертвый. И Иисус подошел к нему и возложил, написано, на меня правую руку, десницу свою. И стал разговариваться, но он придал мне силы. Вы понимаете, что Иоанн, можно сказать, терся об Иисуса. Постоянно Иисус был рядом. Кушали, служили вместе. Все. И он до конца не знал, кто такой Иисус. Ты можешь его внутри носить. Но знаешь ли ты его на самом деле? Познаешь ли ты его? И как я говорил несколько проповедей назад, что мы не можем Иисуса понять пятью органами чувств. Мы не можем. Здесь появляется конфликт и конфуз. Мы понимать Иисуса можем только входя в духовный мир. И поэтому Иисус открывает тайду за тайной. И Иоанна 4 главе, он открывает нам тайну, великую тайну. И он говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и Истине. Вот здесь начинаются у многих проблемы. Это не относится к пятью органам чувств. Дух не относится. И вот здесь проблема. Понимаете? Но, как я уже говорил, нету проблемы, которая бы не решалась. Потому что Бог нам дал Духа Святого. Самого, третья часть, Личность Бога, пришла в нашу жизнь, чтобы открывать Христа. Поэтому мы не одни. Мы не брошены. Вот, познавай Христа. А, ты не можешь понять Христа? Ну, твои проблемы. Нет. С помощью Святого Духа, молясь в Духе Святом, мы познаем Христа. Мы узнаем Его. Его величие. Знаете, есть большая разница, когда тебе человек скажет о Боге. Какой Он великий, какой Он чудесный, какой Он любящий. Или когда ты внутри получишь это откровение, у тебя произойдет взрыв. Ты просто поймешь, на самом деле, познаешь сам, какой Бог любящий, какой Он добрый, какой Он великий, какой Он заботливый. Какой Он бескорыстный. Поймите, что Иисус абсолютно бескорыстный. Но у Него есть желание, так же, как и у нас есть желание. Никто из нас не хочет страдать с отверженной любовью. Вот я люблю, а меня не любят. Знаете, это боль. Это боль. Каждый человек, он достоин уважения. Что если он любит, то и его любят. Так же и Бог. Любовь дает, если мы не даем, а только берем, то что это за любовь? Такой верующий не является невестой Иисуса Христа. То есть человек, который ради Иисуса Христа ничего не отставляет, не посвящает свою жизнь, то для него Иисус никогда не будет дорогим. И я сказал уже, что многие не знают Иисуса. Иисус для них недорогой. Я объясню, почему. Потому что они ради Него не пострадали ни разу. Они ничего не лишились ради Иисуса. Вот представьте, тебя на работе отругали за Иисуса. Тебя выгдали. Ты знаешь, тебе больно. Но ты знаешь, что это ради Иисуса. Это ценно. Или где-то. Или оставили супруг или кто-то из-за Христа. Или ты пострадал где-то что-то. Тебя, может быть, унизили где-то. Может быть, тебе плохо говорят, что ты веришь в Иисуса Христа. Но знаешь, Иисус это оценивает. Когда ради Него, ради Него и Евангелие. Если ты страдаешь, ты великий человек. Иисус тебя так сильно любит. Он так сильно радуется этому. Вы знаете, что мы Иисусу можем поднять настроение? Мы можем тоже выразить Ему свою любовь. Если мы ради Него от чего-то отказываемся. Вот ты мог бы это тоже делать, как и все. Но ты это не делаешь ради Него. Когда мы встретили Иисуса, то у нас есть два пути. Знать Иисуса поверхностно или познавать глубоко. У нас есть два пути. Понимаете, что люди, которые сидели в лодке вместе с Петром, они знали Иисуса. Но Петр, он познал Иисуса намного больше. Ему нужно было чем-то пожертвовать. Своим комфортом, своей сохранностью, защищенностью. Потому что лодка, представьте, во время шторма, это единственная твоя сохранность. Если у тебя не будет лодки, если разломается лодка, догадайтесь, что произойдет с человеком. Но Петр покинул свои удобства. Ради Иисуса он покинул. И он встретился с Ним на воде. Аллилуйя. Смотрите, если мы ничем не пожертвовали ради Христа, ничем, то Он никогда не будет для нас дорогим. А если Иисус никогда не станет для нас дорогим, мы не будем ценить Его. Мы будем относиться к Нему, знаете, с привычкой. Привычно просто. Смотрите, что апостол Павел говорит филиппийцам в первой главе, 21 стихе. Филиппийцам 1, 21. «Ибо для меня жизнь, Христос, и смерть – приобретение». Давайте теперь зададим вопрос к обычному верующему, к обычному рядовому верующему. Ты хочешь на небеса прямо сейчас? Знаете, что можно услышать? Я примерно уже знаю. Процентов 80, если не 90. Люди скажут, «Я всегда еще туда успею. Я еще хочу пожить на земле». Знаете, это о чем говорит? Это же тест. Это же диагноз. Это диагностика. Мы не апостолы Павлы, но мы ради Иисуса тоже можем от чего-то отказываться. Чем-то жертвовать. Послушайте, когда речь идет о жертве, это говорится о том, что ты что-то даешь, и у тебя больше этого нет. У тебя ничего не остается. Когда ты жертвуешь, и у тебя что-то остается, это еще не жертва. Это просто даяние. Это даяние. Просто на, возьми. Но когда ты отдаешь свои последние две лепты ради Иисуса Христа, это жертва, потому что у тебя ничего больше не остается. Но тут же секрет. У тебя ничего не остается больше, кроме жемчужины. Вы послушайте. Мы иногда думаем, Павел сумасшедший. Как? Он ради от него от всего отказал. Так он же приобрел его. А вместе с ним это все. Мы иногда думаем, что ради Христа вот я от этого отказался, вот я от того отказался. Так мы не понимаем, что произошло. Мы стали легальными обладателями Иисуса Христа. Одно дело, что ты принял свое прощение грехов, и ты наследовал жизнь вечную. Это одно. Но ты же еще живой. И теперь тебе нужно познавать того Христа, которого ты принял. Тебе нужно с ним общение. Тебе нужно узнавать его мнение о тебе. Ой, как нам важно мнение людей о нас. Ой, как оно важно. Слушайте, по-моему, важнее нету никуда мнение Бога о нас. Мнение Слова Божьего о нас. Самая большая радость, это когда Бог знает, что Он ради тебя от всего отказался. И Он еще видит тебя, что ты ради Него от всего отказался. Вот она, невеста Иисуса Христа. Вот за этой невестой Иисус приходит. Вот Он, которую невесту ждет. Какую невесту Он хочет видеть. Он не просто хочет видеть людей, верующих в Него. Знаете, в Иисуса Христа выгодно верить. Он простит твои грехи, Он тебя благостоит, Он тебя исцелит, Он тебя защитит. Это выгодно. Но нам нужно пойти дальше выгоды. Нам нужно приобрести Его, всего, признать Его, понять, чтобы Он открылся нам. Потому что у нас есть свои лимиты. Вот мы узнали что-то о Нем, а дальше мы ничего нового не узнаем. А в Нем океан. Океан. И только с помощью Святого Духа мы можем понять, кто такой на самом деле Иисус. На самом деле Иисус это больше, чем пять букв. И Он хочет, чтобы мы встретились с Ним на той территории, на территории, когда мы все ради Него отдали. Все самое дорогое. Самое дорогое. Павел, почему для тебя жизнь Христос, а смерть, это для тебя не страшно? Павел, почему? Павел, почему? Для верующих смерть это всегда страшно, это всегда ужасно. И всегда идет разговор. Давайте переведем тему. Павел, почему? Ты что, безумный какой-то? Почему для тебя смерть это приобретение? А Он говорит, ну, я вам объясню, все очень просто. Я проинвестировал во Христа всю свою жизнь, все свои вложения, все время, все свои ресурсы. Я вложил в Него. Послушайте, о ком же теперь мне еще думать? Куда же мне еще стремиться? Если я вам в небо все вложил, все. Что ему теперь здесь? Он ничего не имеет, он странник и пришелец. Вот как христиане должны жить. Они должны проинвестировать в небеса, влюбиться в Иисуса Христа, чтобы земля не удержала их за ногу. Понимаете? Пусть вас Бог благословит. Аминь.